да алло здравствуйте олег да вот я блогер сашанского района мы тогда с вами были олеся пушкина после приговора я вам тогда давал номер телефона но другой я тогда спрашивал как возможно ли сделать репортаж по крапивинскому мосту вот сейчас я освободился хотел спросить когда с кем связаться может быть там сейчас хорошо секундочку я вот вам сейчас я пройду к нашему редактору вы ему расскажете что есть кто-то заинтересует хорошо 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 здравствуйте да слышу так да да и зорши из аршанского района ну ну что там у вас дело в том ну вы знаете мост который там где крапивно вот где как раз поле крапивинская вот мост такой очень запущенный на него мы как-то случайно внимание обратили зимой еще там значит очень сильно разбита пешеходная часть но как бы и сам мозг в таком состоянии неважным эта дорога по 22 орша дубровна у меня есть на канале несколько видео по этому поводу я сообщал в сельсовет туда и в этот райсполком но они значит сделали что они сообщили дорожникам потому что ремонтом мостов занимается автодор но они мост не ремонтировали они просто перегородили пешеходную часть блоками с двух сторон и поставили знаки запрещающие что пешеходам проход запрещен все это как бы мы зафиксировали они сказали так что как бы у нас нет денег поэтому мы будем делать этот мост только когда у нас будет финансирование из витебска там придет и вот до сих пор насколько я знаю ничего не ремонтируется есть человек из дубровна там активист я его спрашиваю периодически, ты там ездишь, типа, ну как там мост? Он говорит, все, по-старому ничего не делается. То есть, когда это будет, неизвестно. Состояние его посмотреть, я, значит, делал фотографии в феврале еще, потом в марте, в конце марта мы ходили, проверяли там, когда снег растаял, видео делали. У меня на канале в Ютьюбе есть видео по этому поводу. То есть, как я звонил этим председателям, как я потом приходил там с несколькими людьми в сельсовет на приемный день, как мы разговаривали. То есть, все это зафиксировано. И состояние моста. Вот, я думаю спросить, что не заинтересует ли это вас? Потому что образцовый, как бы, Аршанский район, такой, да, IT-офшор практически. И тут, ну, такое, как бы, происходит, что вид совершенно несоответствующий. То есть, если бы это какой-то был заброшенный мост, но там просто ездит постоянно транспорт, автобусы каждые полчаса. То есть, туда... Так. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Добрый, я там нашел корреспонденту, ваш телефон, она сяжется и поговорит. Доброе? Да, хорошо. Если надо материалы, то скажите, я на какой имейл там или куда отправлю. Да, да, она скажет с вами. Доброе, договорились. Хорошо, да, да, спасибо. 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 Продолжение следует...